Субтитры делал DimaTorzok И что же у нас там в этом обновлении? Ну а для тех, кто еще не знает, что же нового придумали разработчики, я думаю, что это видео будет весьма полезным. Сразу загружая игру, очень радует новогодняя заставка. Это на самом деле всегда самый позитивный момент, мне кажется, от каждой новогодней обновы, потому что заставка всегда разная, и она всегда очень красочная и очень красивая. Ну вот честно, у всех, у кого я не спрашивала, всем понравилась эта новогодняя заставка, и мне в том числе. И после того, как мы загрузились, мы с вами видим снежок на елочках, тот самый, который всегда бывает в новогодних обновлениях, и, конечно же, теперь ждем снегопада. Ну, я первый раз захожу в Клэш после обновы, поэтому у меня тут деревня разрушена, восстанавливаем все, и давайте смотреть, что же у нас тотально изменилось. На первый взгляд кажется, что вроде бы все так и осталось, однако же мы с вами замечаем, в верхнем углу на 11 часов находится что-то типа местной парковки, где стоит аналог поезда, ну, как по мне, потому что очень похож на поезд. Далее, если на него нажать, мы попадаем с вами на вкладочку Игры Кланов, и вот тут начинается все самое интересное. Игры Кланов — это такая миссия, скажем так, в которой вам необходимо будет проходить испытания и зарабатывать очки вместе с клановцами. Чем больше очков вы заработаете, тем, соответственно, будут ценнее награды. Сами испытания будут представлять из собой различные задания, которые вам необходимо будет проходить сообща. Соответственно, за определенное время нужно будет заработать очки для своего клана, выполняя эти задания. Какие-то испытания будут более простые, какие-то более сложные, но, насколько я понимаю, можно будет выбрать по степени сложности, если вы понимаете, что задание вам не посильно, то передать другому соклановцу. Также, если вы передаете испытания другому человеку, у вас появляется что-то типа щита, как, наверное, по аналогии с щитом на кланваре, если уходишь с клановой войны, и пока этот щит у вас не упадет, вы не можете приступать к новому испытанию. Проходя эти испытания, вы будете получать награды. Они же, в свою очередь, будут складываться в крепость клана, на которую мы посмотрим чуть позже. Что же касается клановых игр, то здесь, конечно, упор делается на количество игроков в клане, потому что чем больше людей, тем больше шансы сделать большее количество заданий и получить лучшие награды, насколько я это понимаю. Да, и здесь прямо напрямую написано, что чем больше соклановцев, тем больше очков, и, соответственно, будут лучше награды. Поэтому, опять же, для тех кланов, у кого не очень много людей, конечно, будет в приоритете набирать как можно больше человек, как это, в принципе, и в Clash Royale, потому что клановый сундук в десятером набить сложно, а когда у вас 50 человек, тогда, в принципе, оно кажется и совсем легче. Также стоит обратить внимание, что через 7 дней после того, как вы получите награды, они исчезнут, соответственно, их нужно будет использовать прямо сразу. Переходя теперь к крепости клана, мы видим, что у нас появилась новая вкладочка «Волшебные предметы». Нажимая на сокровищницу, тут все остается точно так же, ничего не изменилось, а вот волшебных предметов появилось здесь реально очень-очень много. И если мы сейчас все пролистаем с вами до конца, то увидим, что здесь не только книжки, но еще и какие-то баночки. Давайте смотреть, что же это такое. Первое — это тренировочное зелье. Оно будет ускорять подготовку войск, повышать эффективность казарм и фабрик заклинаний. Также ускорять восстановление героев. Это довольно интересная штука, но сразу же у меня создается вопрос, а зачем тогда будут нужны гемы? И насколько все это будет работать, действительно ли в полную мощность на 100%, что, конечно, маловероятно, или же будет работать все-таки по какому-то лояльному режиму, допустим, восстанавливая не 100% здоровья героев, а, к примеру, 25%. Также стоит обратить внимание на кнопочку «Продать». Соответственно, данные зелья вы сможете продавать и выручать, скорее всего, внутриигровую валюту, то есть либо золото, либо элик, в зависимости от того, на что рассчитаны это зелье. Я думаю, что работать это будет именно так, и как раз та самая торговля, о которой говорили в мае, приехала к нам, но только спустя полгода. Зелье ресурсов помогает увеличить эффективность вашего сборщика ресурсов на один день. Соответственно, это так называемый аналог гемов, но только если обычно, когда мы ускоряем сборщики ресурсов, мы ускоряем их сразу все и тратим довольно много на это гемов. Это зелье будет действовать, насколько я понимаю, на один сборщик ресурсов и всего лишь на один день. Ну, такая лайтовая разовая акса, скажем так. Кроме того, обращайте внимание на надпись, которая находится внизу «Работает только в родной деревне», потому что есть зелья, которые работают не только на родной деревне, но еще и в деревне строителя. И как раз-таки таким примером является зелье силы. В этом волшебном зелье можно будет поднять уровень ваших войск и заклинание до максимально доступной вашей лаборатории на один час. Соответственно, что это дает? Ну, сидите вы, к примеру, на ДС-6 и у вас миники второго левла. А вдруг вы решили, что да, миники имба, но у вас они не вкачаны, и вкачать их будет довольно долго, но вы хотите им поиграть и хотите им поднять кубки, как, например, ваш друг по соседней парте. Соответственно, вы применяете это заклинание, вкачиваете миников на один час до 12 левла с помощью него и спокойненько всех крушите, набивая себе кубки. И через час все возвращается обратно, как и в сказке о Золушке. Что же касается основной деревни, то это зелье будет полезно для всех, но в особенности оно пригодится рашерам и самым начальным игрокам, которые только-только перешли на новое ТХ. Соответственно, что им это дает? Они перешли на новое ТХ, у них ничего не прокачано, но они могут вкачать себе на один час войска до максимального уровня, ускорить казармы, ускорить зелье варенье и, соответственно, спокойненько нафармить в этот промежуток времени. Что касается рашеров, картина здесь абсолютно такая же. У них стоит, допустим, Орел, 2 Инферно, если речь про ТХ-11, но войска уровня ТХ-8. Что им вообще делать? Это, конечно же, очень гиблые аккаунты, но с помощью такого зелья, я думаю, что именно эти аки смогут вернуть себя к жизни, если можно так сказать, и все-таки поднять свой уровень развития. Дальше мы с вами идем уже по книжкам. Книга всего будет содержать силу, с помощью которой можно завершить любое улучшение и работать в обеих деревнях. Вот как это будет работать, честно говоря, непонятно. И опять-таки, куда денутся гемы, в каких пропорциях и тогда в чем смысл гемов. Книга героев, соответственно, будет завершать улучшение героев, но опять-таки подумайте, улучшить королеву, например, на 30-й левел стоит немало гемов, реально немало. И здесь я на какой-то подвох. Скорее всего, улучшение это будет немедленное не на 100%, как я уже говорила, а на какую-то часть, например, на 10-15-20%. Ну и, соответственно, остальные три книжки направлены на то же самое, только касается заклинаний, войск и строений. То есть вы можете немедленно завершать любое улучшение. Ну и если мы с вами перейдем в кнопочку обновлений, новостей, то увидим все то же самое, о чем я уже рассказала, но мы подходим к самому интересному. Это изменение баланса. Во-первых, у нас появился лагерь нового уровня на ТХ-11, где теперь 260 мест всего. Также у нас появились новые левелы героев до 50 уровня для обоих. И, соответственно, изменена система использования модов, что, кстати, тоже весьма интересно. Посмотрим, насколько теперь будут ловиться модеры или не будут. Ну и под конец, как вы знаете, изменен баланс у строений дефа. А вот это мы как раз с вами сейчас и затестим. Для этого перейдем на мой ТХ-11. И для тех, у кого округлились глаза, глядя на гемы, крайне советую посмотреть обзор, находящийся в подсказке. Там рассказано, как такое сделать. Ну, а что касается лагерей, то да, действительно, мы видим, что теперь можно апнуть лагерь до 9 левела. Будет стоить это 9 миллионов на один лагерь. И, соответственно, войск у вас будет больше. 260 вместе 240. Если мы посмотрим на героев, то ранее до сегодняшнего дня моя 45-я квина светилась желтеньким значком, потому что была фуловая. Теперь же она далеко не фул. И если мы на нее нажмем, то увидим, что стоимость ее улучшения 190 тысяч дарка до 46 левела. Так что теперь качаться, качаться и еще раз качаться. Также, если мы с вами нажмем на кнопочку тренировка войск, то увидим здесь интересную надпись, которая касается как раз-таки тех самых зелья, о которых я говорила ранее. С помощью нее можно будет выбрать зелье и его применить. Ну а теперь, пожалуй, на живом примере я покажу, как изменилась механика работы адских башен. Это, наверное, самое животрепещущее изменение, которое взбудоражило очень многих клэшеров. Теперь на ТХ-10 и 11, везде, где есть Инферно, Инферно действует немного иначе. Ранее у него была такая отличительная особенность, что Хилл не действовал на войска, которые находятся под влиянием Инферно. Однако же теперь давайте внимательно следить за моими боулерами. Изначально я бросаю Рэйдж и теперь не кидаю пока что хилл. Мы видим, что у нас начинает умирать король, у нас начинают умирать боулеры. И вот сейчас, бросая хилл, вы видите, что хилл выхиливает боулеров. То есть теперь Инферно не действует так, как раньше. Теперь, бросая хилл, вы полностью возвращаете свои войска к первоначальному здоровью. Что же это значит для нас с вами, для игроков? Это значит, что механика игры упростилась. Теперь на ТХ-10 и на ТХ-11 можно спокойно брать хогов и идти в атаку. Если раньше атаки с хогами были какой-то диковинкой на таких высоких ратушах и всегда на них смотрелись с открытыми широкими глазами, говоря, вау, ты молодец, то теперь, конечно, такого не будет, потому что можно спокойно бросить хилл под Инферно и ваши хоги с удовольствием его снесут. Так что механика игры, конечно, теперь существенно поменяется. У нас появится очень много трешек на ТХ-10 и на ТХ-11. Ну а если еще вспомнить о том, что у нас увеличилось здоровье у Голема и у Лавы, то, соответственно, вы уже догадываетесь, что стратегия Гоу Хо с боулерами или без них Клан Касли станет теперь чуть ли не поголовно используемая. Как следствие, это обновление приведет еще и к тому, что появится новый спектр баз, потому что теперь на ТХ-10 и 11 придется перестраивать ловушки, ставить их немного в ином расположении, учитывая тот факт, что можно хилить войска под Инферно. Соответственно, у нас появится новый костяк баз, но, значит, тем будет интереснее на Клановых Войнах. Вот это, пожалуй, все, что у нас есть в новом декабрьском обновлении. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, самое главное, пишите комментарии, как вам обнова, что вам понравилось и что нет. И, конечно, хороших вам, Войн! Пока-пока! Ну, а теперь, когда все разошлись, самые терпеливые узнают пасхалочку. В этом году новогодняя елочка будет выглядеть вот так. А у вас уже выросла елочка? Субтитры сделал DimaTorzok